Осень 1991 года. Некогда единый и могучий Советский Союз начинает разваливаться. Жители удаленного поселка, одной из южных республик и служащие, расположенные поблизости воинской части, с тревогой следят за новостями. Несмотря ни на что, майор Михаил Грякин продолжает репетиции полкового оркестра, готовя музыкантов к ежегодному конкурсу. Музыка смысл его жизни. Недалеко от поселка находят зарезанных пастухов, а на месте трагедии следы от солдатских сапог и оторванная пуговица. Потом включается драка на заправке, после которой местного парня обнаруживают бестизнание и опять коственные улики указывают на солдата Гритука, хотя водитель муж команды клянется, что никакого не бил. За пареньком ухаживает фельдшер Надя, невеста Крякина, но тот все равно умирает и происходит это при странных обстоятельствах. Назревает конфликт с местным населением, хотя оба случая провокация. В горах появилась группа боевиков, ведущих переговоры с местным главой Алишером, мечтающим заполучить контроль над регионом. Вместе с присланными из-за границы наемниками Алишер разрабатывает план нападения на воинскую часть, чтобы захватить оружейный склад. Но для того, чтобы все выглядело как внутренний конфликт, необходимо спривансировать агрессию местных жителей. Несмотря на сложность ситуации, полковник Амирханян принимает решение отправить полковой оркестр на конкурс, но не успевает оркестранты выйти на сцену, как объявляется общая эвакуация из-за теракта, совершенного рядом с Домом культуры. В это же самое время один из боевиков проникает в медпункт и убивает раненого местного парня. Случайным свидетелем убийства становится Тамара, мать воспитанника оркестра графа, приехавшая навестить сына. Надя делится с Ионовым своим сомнением по поводу смерти парня. Во-первых, на его подушке следит чьих-то грязных рук, а во-вторых, пропала женщина, под присмотром которой Надя оставила раненого. Амирханян получает приказ о срочном выводе войск. Весь личный состав и семьи военнослужащих в течение суток должны покинуть гарнизон и прибыть в штаб округа для дальнейшего переброски на территорию Российской Федерации. А в это время в поселке начинается волнение. Разъяренная толпа местных жителей подходит к воротам военной части и требует выдать им убийцу. Автобус с оркестром возвращается в часть и в дороге ломается. Корякин с двумя оркестрами отправляется к живущему неподалеку механику Хасану. Там Корякин вместе с семьей Хасана отказывается в заложниках у бояков. Спастись им удается только благодаря гранате, которую один из солдат взял с собой, собираясь обменять ее на сигареты. Но даже с забытой допчастью починить автобус не удается. Когда Корякин принимает решение идти, оставшиеся 30 километров пешком по дороге на них нападают боевики. Музыкантам впервые приходится взять в руки боевое оружие.